Там, где возможен неожиданный выход ребенка на проезжую часть, то есть соблюдать скоростной режим, снижаясь скоростью вблизи пешеходных переходов. Мы рекомендуем провести дополнительные беседы, направленные на профилактику детско-дорожного транспортного травматизма, осуществить с ребенком экскурсию по безопасному маршруту дом-школу-дом. В связи с сокращением светового дня госинспекция призывает родителей приобрести своим детям световозвращающие элементы и разместить их на одежде так, чтобы можно было оставаться заметным в ночное время суток на проезжей части. Помимо этого, с 1 сентября возобновится практика рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения школьниками. Те, кто не достиг 17-летнего возраста, на первый раз отделаются предупреждением. С ними проведут беседы специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. А вот тем, кто постарше, придется уже заплатить штраф.